Подмена причины условиям. Это тоже ошибка из сферы причинно-следственных связей и, как можно догадаться из названия, ее совершают, когда за причину какого-либо события принимают условия, при котором оно произошло. Но, к примеру, для определенных химических реакций требуется присутствие катализатора, вещества, стимулирующего взаимодействие реагентов. Но сам катализатор в реакцию не вступает, и считать его причиной, а не условия реакции, будет такой как раз ошибкой. Именно к этой же категории относится явление, получившее в культурной антропологии название «культ груза» или «карго-культ». Как-то раз к одному из Малонезийских островов подплыла гигантская железная лодка. Островичане, которые проводили дни своей жизни в сборе кокосов, рыбной ловли, возделывании крохотных участков каменистой земли, никогда не видели. Чего-либо подобного. От огромной лодки отделились диковинные лодки поменьше, и на берег вышло множество странных людей. Во-первых, кожа у них была не такая, как у местных жителей, а либо слишком светлая, либо слишком темная. К тому же, зачем-то они скрывали свою кожу под странными, единообразными облачениями, только лица и кисти рук оставались открытыми. Первым делом пришельцы возвели большие хижины по отдали от местных селений, в которых спали и ели все вместе, как одна большая семья. Чужаки оказались весьма дружелюбно. Хотя речь их была непонятна, при встречах с тузенцами они всегда широко улыбались и неизменно веселились, реагируя на собственные шутки бурным смехом. Островичане же вежливо подсмеивались в ответ. Но ничто не радовало гостей так сильно, как круглые блестящие шарики, которые приходится тщательно извлекать из мякоти моллюска, чтобы не поломать зубов. Раньше этот сор брезгливо бросали под ноги. Теперь же за жменьку бесполезных отходов можно было получить чудотворную воду, веселящую сердце, или диковинную еду, в сравнении с которой не шло даже самая изысканная мума – деликатес из множества ингредиентов, запеченных в земляной яме среди раскаленных камней. А уж если от них удавалось за это получить железный нож или еще лучше топор, тогда даже приготовление сага или заготовка бамбука переставали быть обременительным занятием. Самое же интересное началось позже. Пришельцы расчистили очень длинную площадку и разожгли вдоль нее ритуальные костры. Культовое назначение костров было очевидным, ведь готовить на них чужики ничего не собирались. Главный жрец, облаченный в особый головной убор, подобие огромных раковин из половинок молодого кокоса, одетых поверх ушей, зашел на вознесенную на длинных сваях хижину и стал выкрикивать в толстую палку какие-то заклинания. И о чудо! Духи небесные отозвались, и к острову прилетела огромная железная птица. Она села на ту самую сакральную полосу, и во чреве у нее оказалось несметное количество груза, включающего и веселящую воду, и чудесные яства, и всякую прочую вкусную, интересную, полезную всячину. И все это можно было выменять за пригоршню ссора. Островичане помнили рассказы стариков о неимоверном блаженстве в мире духов, куда попадают лучшие представители племени после смерти, но о том, что им самим предпосчастливится сподобиться этого еще при жизни, они не могли и мечтать. Бессмысленные отныне рыбалка и возделывание земли перешли из необходимости в разновидность увлечений. Небесные духи присылали своим служителям железную птицу почти ежедневно. Жизнь превратилась в нескончаемую пасть. Но вот однажды пришельцы залезли в сирево железной птицы, и та унесла их на небо, и больше они не возвращались. То ли они на что-то обиделись, а может быть просто духи небесные позвали их к себе. Поселение чужаков наполнилось тишиной запустения, в дома аборигенов пришло уныние. Как было им догадаться, что там, за океаном, есть огромный-огромный мир, и что в нем шла огромная-огромная война, для нужд которой на островке их разместили военную базу. Но теперь война закончилась, и нужды в базе больше не было. Им же оставалось возвращаться к старому образу жизни, не приносившему больше ни радости, ни надежды. И вот на одном из собраний старейшин решили, мы же видели, как все, что делали чужаки, служа небесным духом. Давайте изберем достойных, и пусть они совершают священное действие по примеру пришельцев. Кто знает, может дучи небесные снова смилуются над ними и не спошлют нам железную птицу с ревом, полным желанного груза. Островитяне расчистили начавшую было зарастать полосу, укрепили покосившуюся вышку. Один из жрецов, оставшийся от гостей облачения, первосвященник, забравшись на башню, водрузив на голову гарнитуру из половины кокоса, выкрикивал бамбуковую палку, если на раздельные звукосочетания. Туземцы верят, что правильное исполнение нужных действий рано или поздно должно дать ожидаемый результат. Если однажды, хотя бы только раз, им удастся в точности воспроизвести ритуал, то прилетит железная птица, и дары небесных духов снова зальются на них. Впрочем, и более затронутая техническим прогрессом часть мира не свободна от подобных заблуждений. Очень часто сегодня можно слышать, что причиной преступления служит его жертва. Скажем, женщина, подвергшаяся сексуальному насилию, была слишком вызывающе одета. Или же хозяева, чей дом ограбили, недостаточно позаботились о его безопасности и тем самым спровоцировали грабителей. Не было бы искушения, не было бы преступления. Безусловно, следует заботиться как о благопристойности внешнего вида, так и о безопасности своего жилища. Но Писание однозначно утверждает, искушение – всего лишь одно из условий греха, но никак не его причина. Писание учит, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Послание Якова, 1 глава, 14 стих.